Филиал досугового центра «Юность» в Горках-Ленинских переехал в светлое просторное помещение на южном проезде, дом 11, корпус 1. На площади 160 квадратных метров с комфортом смогут разместиться как уже полюбившиеся местные детворья студии, так и новые кружки. Это было очень небольшое помещение, там было всего три комнаты, где дети могли заниматься, и они были значительно меньше, чем те, которые сейчас здесь. В ближайшее время у нас переедет сюда шахматный клуб, переедет сюда художественная студия, фитнес для взрослых. На новоселье в обновленную «Юность» съехалось немало гостей, которых угощали домашним пирогом и сладостями. Центр очень востребован, и от того, что он очень востребован, он у нас практически каждый год расширяется. И сегодня мы с радостью, мы очень ждали, и нам здесь очень всем нравится, мы с радостью открываем еще один филиал досугового центра «Юность». Ура, ребята! Вам, детки, хочу пожелать творчества, успехов, больших побед в ваших начинаниях руководителям профессионализма, терпения. Уже в день открытия ребята смогли посетить занятия в кружке правополушарного рисования «Кисточка» и студии раннего развития «Умничка». Ну а юные спортсмены продемонстрировали гостям отличную физическую подготовку. В филиале функционируют две группы по боевому самбо – младшая с 7 до 14 лет и взрослая с 15. Это сближает, это работа в коллективе, то, что они дружат между собой, закаляются и физически, и душевно, да, то, чтобы не сдаваться, и характер в первую очередь. В целом, все хорошо, и самое главное – это мотивация к соревнованиям. Ребята занимаются в юности уже не первый год и успели оценить достоинства нового спортивного зала. Лучше тут? Да, маты хорошие. Там маты надо было самому собирать, но тут маты эти твердые очень, но зал тоже большой очень. Мне здесь очень нравится, мы отжимаемся, делаем передние подошки. Но больше мне всего нравится, что здесь мы иногда гимнастикой занимаемся, мы садимся на шпагат. Есть здесь и кабинет нейропсихологов, которым самым маленьким жителям помогут развить память, внимание, усидчивость, пространственное мышление, координацию. Детки, у которых не очень хорошо развита речь, очень часто они обращаются. Потом детки, которые не всегда хорошо учатся в школе, немного претензий у учителей бывает, они не успевают по русскому, по математике частенько, невнимательные. Детки не усидчивые, не могут усидеть на одном месте. Вот такие детки часто обращаются к нам. В новом помещении смогут одновременно заниматься более 50 мальчишек и девчонок, а значит каждый юный житель город Ленинских найдет себе творческое или спортивное занятие по душе.